Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о проповеди и книге пророка Осии и обратимся к пятой главе. Собственно, пятая глава в каком-то смысле без начала и без конца. Она является непосредственным продолжением того, что говорилось в четвертой главе, и сама тоже без границы переходит в шестую главу. Вот такой в каком-то смысле срединный фрагмент этой проповеди. В целом пророк говорит в этой проповеди о том, что народ не знает Бога, это выражается в отсутствии милосердия и в насилии в жизни. Народ думает, что можно совершать еще какие-нибудь жертвоприношения на высотах и вообще разнообразить свою религиозную жизнь. Но все это на самом деле предательство, и все это будет развеяно по ветру. И дальше в пятой главе пророк говорит, ну вот и вы тоже слушайте это, священники, и дом Израилев, и преклоните ухо дом царя, ибо вам будет суд. Глубоко погрязли они в распутстве. Еще раз повторю, что под распутством здесь в первую очередь имеется в виду поклонение идолам, и лишь во вторую очередь распутство в физиологическом смысле этого слова. Ну вот, дело в том, что некоторые, по крайней мере, из царского дома, видимо царская фамилия, сами придворные всякие, и священники, которые там клубились вокруг Иерусалимского храма, полагали, что, ну, они-то, может, останутся безнаказанными. И вот здесь пророк говорит о том, что вы все слушаете. То, что говорится Израилю как таковому вообще, как народу Божьему, это относится ко всем. Это относится ко всем. И даже если лично ты, там, какой-нибудь священник или какой-нибудь царедворец, не приносишь жертв идолам и не грабишь беззащитных на большой дороге, это не отменяет предательство всего народа в целом, и поэтому невозможно иметь отдельную судьбу. Понимаете, на самом деле, конечно, современным человеку эта мысль кажется возмутительной. Просто возмутительной. Мы очень большие индивидуалисты, и мы не готовы солидаризироваться даже с собственным народом в своей судьбе, не говоря уже обо всем остальном человечестве. Но в эпоху пророка эта мысль важна, она работает. Представление о том, что от нас, от всех зависит то, как устроена наша жизнь. В этом не могут быть виноваты только цари или только священники, или только амхаорец, люди земли, простолюдины. В этом всегда есть ответственность нас всех вместе. И даже если нам это не нравится, все равно мы в этом смысле связаны друг с другом. И да, действительно, вроде бы священники и дом царя, казалось бы, может быть, меньше замешаны в этом язычестве. Они не бегают каждый день приносить жертвы ваалам ради урожая турнепса. Они не читают с утра до вечера какой-нибудь безумный раздел гаданий, гороскопов и этих ясновидящих в городской газете. Не смотрят в телевизор совершенно безумные и по-настоящему смехотворные астрологические прогнозы. Но, тем не менее, вот эта жизнь, вот она вся, мы в ней все вместе. Мы в ней все вместе. И отрава язычества, отрава магии точно так же разлагает жизнь, разлагает общество, как и терпение и терпимость к насилию, к обману, к воровству и клятву преступлению. Поэтому ты не можешь совсем снять с себя ответственность. Это очень неприятная идея, особенно в такие времена, знаете, когда то, что происходит в социальной или политической жизни, тебе не нравится. Ты думаешь, что ты можешь уйти во внутреннюю эмиграцию и отсидеться. И отмолчаться. Ну, похоже, что это все равно возлагает и на тебя, в твоей внутренней эмиграции, ответственность за то, от чего ты так подчеркнуто и настойчиво пытаешься дистанцироваться. И, в общем, это актуально тоже в самых разных историко-культурных контекстах. Дальше, снова продолжая или возвращаясь к основной теме проповедей, 4, 5 и последующих глав, Пророк говорит о своих соплеменниках, «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали». Значит, получается, что то, как ты живешь, отражается на том, можешь ты Бога услышать или нет. Можешь ли ты узнать Его? Можешь ли ты обратиться к Богу? Или это вообще невозможно? Помните, как Господь Иисус говорит в Евангелие Теанна, «Кто хочет творить волю Отца моего, узнает об учении моем от Бога ли оно?» Если ты хочешь исполнять волю Отца Небесного, то тогда ты узнаешь об Иисусе и Его учении, тогда ты сможешь понять. А если нет, то нет. И здесь тоже. Но ты не хочешь, да, дух блуда внутри тебя, и ты не можешь обратиться к Богу своему. Это тоже, в общем, очень важная вещь. Но людям часто хочется, чтобы можно было путем каких-нибудь не слишком утомительных усилий считать себя благочестивыми, а жить при этом, как стадо жлобов, как этот самый языческий народ в кровопролитии, в воровстве, обмане и насилии. Но вот не получается. Не получается. Путь к Богу в этом случае, в случае, если дела наши недостойны Бога, этот путь оказывается закрытым. Между прочим, обратите внимание, примерно в это же время пророк Исаии Иерусалимский, современник Осия, тоже говорит об этом, мы увидим это в первых главах его книги. И дальше пророк Осия обращается к историческим событиям, к той политической реальности, в которой он существует, и говорит о том, что гордость Израиля и Иуды, Иуды и Ефрема, будет унижена, и падут от нечестия своего, падет Иуда с ними. Разные части избранного народа будут повергнуты тоже с овцами своими и валами своими, пойдут искать Господа и не найдут его. Он удалился от них. Овцы и валы, конечно, имеются в виду для жертвоприношения, что вот они спохватятся и пойдут искать Бога, и не найдут, потому что он удалился от них. И дальше он говорит о том, что правители и северного, и южного царства, и Израиля, и Иуды, эти правители, в первую очередь, конечно, Израиля, обращаются к разным окрестным царствам и к империям для того, чтобы каким-то образом выговорить, обеспечить себе более или менее устойчивость политическую определенную. Увидел Ефрем болезнь свою и Иуда свою рану. Речь идет, конечно, о немощи, в первую очередь, военно-политической. И пошел Ефрем к Ассуру и послал к царю Иореву. Ну, по-видимому, да, действительно, цари Самарии вели в это время интенсивные переговоры со Сирией, чьи войска неумолимо надвигались на святую землю с севера и с разнообразными соседями, с которыми они пытались сколотить коалицию, достаточную для того, чтобы дать отпор Синахирибу. И пророк говорит о том, что это все бессмысленно, он не может исцелить вас и не излечит вас от раны. Пророк таким образом свидетельствует, что немощь, слабость, рана народа Божьего происходит не столько потому, что недостаточно они настрогали оружие или заготовили каких-нибудь там военных припасов, а потому что они не могут обратиться к Богу своему. Вот это, это источник и причина катастрофы. Никакой царь, ни Ассур, ни цари другие не могут исцелить вот от этой язвы внутри, в глубине. И заканчивается глава словами Господа, которые Осия передает вот как. Потому что, говорит он, вы можете посылать каким угодно там царям и строить свои военные блоки, как хотите. Не в этом червоточина, которая определяет вашу слабость. Это я, говорит Бог, как лев для Ефрема и как скимен для дома Иудина. Я растерзаю и уйду, унесу и никто не спасет. Значит, речь идет о том, что безнравственная жизнь, наполненная враньем и насилием, не дает нам возможности обратиться к Богу. Мы там со своими овцами и валами бегаем, как угорелые, но Бог удалился от нас. И в этом причина нашей никчемности. И Бог говорит, с этим ничего вы не можете поделать. Я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет. И последний стих главы. Пойду, возвращусь в свое место, пока они не признают себя виноватыми и не взыщут лица моего. Оказывается, вот что, вот в чем дело-то. Пророк говорит, вот когда они признают себя виноватыми, тогда возможно что-то изменить, когда они взыщут лица моего, будут искать лица моего. И это очень важная для Оси и формулировка, и образ. Люди, которые ищут увидеть Бога, взыщут лица его, что, собственно, это означают эти слова. Люди, которым позарез надо войти с Богом в диалог. Нужно его увидеть, узнать, взыщут лица моего. И вот тогда немощь, слабость и беззащитность обманутого самим собой народа перестанет быть необратимой. Что-то будет меняться. На этом останавливается текст пятой главы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok